Десногорск Забег в лето Итоговое соревнование по легкой атлетике для юных спортсменов 25 мая на площади рядом с администрацией города Состоялось торжественное открытие новой детской игровой площадки Мероприятие посетила наша съемочная группа Установка площадки стала возможной благодаря плодотворной работе Фонда содействия развитию муниципальных образований Ассоциаций территорий расположения атомных электростанций И Десногорского городского совета ветеранов войны и труда Свою помощь также оказали администрация и депутат Смоленской областной думы Михаил Лосенко Первые лица города искренне поздравили маленьких жителей Десногорска С открытием новой игровой зоны Нам хочется, чтобы вы, когда посещаете эти игровые площадки Спортивные игровые комплексы Пользовались ими, бережно относились Ну и соответственно, чтобы они вас радовали Чем-то новым, неизведанным Потому что многие формы, которые мы постарались сделать для вас Они в принципе на территории нашего любимого города появились впервые Я вас хочу поздравить, что у вас появился такой комплекс Хочется, чтобы вы здесь хорошо, красиво отдохнули И чтобы у вас не было никаких проблем После официальной части мероприятие продолжилось спортивно-развлекательной программой, которую подготовили сотрудники Центра культуры и молодежной политики совместно с волонтерами города Игровые площадки предназначены для развития у детей интереса к активному отдыху и спорту Поэтому самым важным для нее критерием является надежность Оборудование новой площадки и ее покрытие обеспечат детям комфортную, безопасную игру без травм Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Ясна ТВ 26 мая в день российского предпринимательства в Смоленске прошла встреча губернатора Смоленской области Алексея Островского с предпринимателями региона На встрече присутствовали представители бизнес-сообщества города Десногорска Спорт, туризм, промышленность – список отраслей, в которых заняты предприниматели района, перечислить довольно сложно Но еще сложнее преувеличить вклад каждого из них в экономику области Дополнительные рабочие места, повышение налогооблагаемой базы, реализация социально значимых проектов За это и многое другое поблагодарил присутствующих в зале Алексей Островский Большое спасибо вам за то, что в это непростое время вы находите все смелость заниматься бизнесом Тем более в условиях коронавирусной пандемии, которая создает большие сложности Но вместе с тем вы не сдаетесь и находите в себе смелость для того, чтобы бороться за свой бизнес Предприниматели, чья деятельность в 2020 году была наиболее эффективной, несмотря на пандемию, были отмечены Алексеем Островским особо Из рук губернатора они получили благодарственные письма за добросовестный труд и большой вклад в экономическое развитие региона Среди выдающихся бизнесменов были и представители Десногорска Это индивидуальный предприниматель Ольга Голкова и директор туристического агентства «Альянс Турплюс» Елена Черник Мне приятно, что деятельность нашей компании была высоко оценена Конечно же, я рада получить сегодня данную награду и уверена, что у нас впереди будут новые возможности в получении новых наград и достижении поставленных целей Всех предпринимателей поздравляю с праздником и желаю новых побед на профессиональном уровне Предпринимательские риски – это неотъемлемая часть существующей экономической свободы И прошедший год показал, что трудности встречаются Но настойчивость, целеустремленность и смелость предпринимателей заставляют их двигаться к новым победам Ксения Ложкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ Окончание учебного года – время подводить итоги и сравнивать личные результаты работы, проделанные за год Спортивные достижения – не исключение 25 мая на стадионе «Атомтранс» прошло открытое первенство по легкой атлетике среди младших воспитанников спортивной школы города Десногорска Небольшая разминка перед стартом – основной этап забега Хорошо разогретые мышцы не только защитят участников от травм, но и помогут некоторым из них прийти к финишу первыми Сегодня на старте ученики начальной школы, но правила бега им знакомы не понаслышке А это как никогда важно, ведь впереди 5 дистанций разной протяженности – 30, 60, 200 и даже 400 метров Забеговые расстояния распределялись на основе возрастных групп – самая длинная дистанция для ребят 11-12 лет В первый раз свои силы на спринтерской дистанции в 30 метров испытывали и самые юные школьники 2013-2014 годов рождения Чем раньше мы начинаем проводить соревнования внутри школьного характера, тем они быстрее набираются опыта И когда мы уже находимся в 5-6 классе, в 7 классе, они уже не так теряются на соревнованиях, когда мы выезжаем на областной уровень Всего в забеге приняли участие более 50 человек Это ученики трех учебных организаций – школ номер 1, номер 2 и номер 3 С самого раннего возраста они понимают, какое место в их жизни занимает спорт и почему они выходят на стартовую линию Нравится бегать быстро, спортом люблю заниматься В каждой забеговой группе было три призовых места Победители получили грамоты и медали Для 7-летнего Лени первая в его спортивной жизни награда за первое место стала неожиданным, но приятным сюрпризом Я думал, что я не одержу победу, потому что все там быстро бегают, я думал, вот, а гадывать они быстро Упорство в спортивной борьбе и стремление быть первым – залог высоких результатов и побед в будущем А развить в спортсменах эти качества помогает организация внутришкольных соревнований На сегодня выпуск завершен. До свидания!